Приветствую вас, я думаю, что начать вам в любом случае нужно с того, чтобы донести до парня свои мотивы поведения. То есть, чего вы хотели, то есть, на что вы рассчитывали, то есть, к чему вы стремились и почему вы врали ему. Я думаю, что этот момент крайне важен, потому что, если вы не сможете донести до парня, почему вы сделали то или иное, почему вы именно поступили вот так, а не как-то иначе, то, в принципе, объяснения цели никакого не достигнут, потому что все равно это очень сильный, очень серьезный удар по вашему доверию, так или иначе. Это нужно понимать очень хорошо, очень хорошо нужно понимать, что как бы вы чего-то хотели, вот, и вы боялись, что он вам этого не даст, вы ему не доверяли, вы чего-то опасались, поэтому мы бы ему врали. Ну и чего-то, чего-то хотели, конечно, тоже. Вот об этом и нужно ему рассказать. Именно это и нужно ему донести. И это первое. Про ребёнка, ну а как вы про ребёнку скажете? Только правду. То есть тут какие могут быть варианты? Только правду сказать, что вы ждёте одного ребёнка и всё, что вы беременный. А вам уже дальше. Решите, что делать ребёнком. Вот. И так далее. Я думаю, такой можно дать вам ответ. Я так полагаю, что речь о том, что вы чего-то хотите получить. То есть в результате такого объяснения вы что-то хотите для себя получить. Вот. Я думаю, что нужно понять, что вы хотите получить для себя. То есть по итогу вы хотите, чтобы парень что сделал? Чтобы парень принял вас, чтобы парень понял вас, чтобы, ну что вы хотите. Вот. Это очень важный момент. Ну и необходимо также учитывать, что если мы говорим непосредственно об обмане, то любой обман это всегда практически значит, всегда означает, что человек не тот, с кем он является. Вот. То есть человек не искренним. Как бы. И мне кажется, мне кажется, что вам нужно в первую очередь разобраться с тем, чего вы избегали. То есть что мотивировало вас враг. Понимаете? Вот. Без этого я думаю, что, опять же ничего не получится. То есть вы не сможете, а, а, может, ничего не сможете без этого вы до него донести. Вот. До человека. До мужчинам. Ну просто потому что, просто потому что он вам не поверит. А если вы хотите, чтобы он вам поверил. Если вам нужно, чтобы он вам поверил. То в таком случае придется, наверное, постараться донести до него некую мотивацию. С того, что вы ему, условно говоря, врали. Да? То есть с этим, с этим вам нужно разобраться. Это вам нужно поисследовать. Либо самостоятельно, либо с помощью психолога. Вот. Ну, поисследовать. Вот примерно так. Примерно так. Да, есть, конечно. Безусловно, есть вероятность того, что человек не захочет с вами, ну, взаимодействовать не захочет принимать, то, что вы его обманывали. Там такая вероятность, безусловно, существует. Вот. Но суть уже зависит только от того, насколько вы, ну, скажем так, грамотно, насколько вы ответственно пройдете к вопросу, Донесение до него своих мыслей. Донесение до него своей версии событий и своего видения событий. Вот. Я думаю, что примерно так вам можно ответить на вопрос, который вы задаете. Я надеюсь, что вам это было полезно, как минимум. Я понимаю, что ситуация у вас сейчас не из легких. Я понимаю, что вы, вероятно, чувствуете себя потерянной. Вот. Сейчас. На данный момент. Ну, тем не менее, то есть вы решаете что-то делать, то есть вы хотите что-то делать, мне кажется, это достойно, достойно, как минимум. Уважение. Поэтому вам хотелось бы искренне помочь. Вот. И, соответственно, вы можете обратиться к любому из наших специалистов. за помощью, если она вам понадобится. Вот. Я вам желаю всего самого доброго, удачи и надеюсь, что ваша ситуация разрешится самым лучшим образом. До новых встреч. До новых встреч. До новых встреч. Продолжение следует...